Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 7.00 по GMT ждем отчет по инфляции в Англии. Очень важное событие, потому что завтра состоится заседание британского регулятора. И от того, насколько будет ощутим прогресс в снижении инфляционного давления, будет зависеть по сути риторика руководства британского регулятора и возможная дорожная карта именно по конкретным датам и срокам на первое снижение ключевой процентной ставки. 8.45 по GMT состоится выступление главы Европейского центрального банка Крисин Лагард. Евро нас интересует куда больше, и я все еще рассчитываю получить больше сигналов на то, что европейский регулятор пойдет на снижение ставки раньше, чем сейчас закладывается рынком. И думаю, что это будет еще до июня. Ну важно, чтобы эти предположения начала подтверждать и Лагард. В 14.30 запасы нефти США. После отчета от Американского института нефти есть высокая вероятность того, что запасы снова снизятся, то есть и официальные цифры будут со знаком минус, и это может стать дополнительным фактором поддержки для котировок нефти. Хотя, возможно, в текущих условиях нефть не очень-то нуждается в дополнительной поддержке, учитывая то, что цены уже выше 87 долларов за баррель. И у покупателей, в принципе, все довольно-таки неплохо. И, конечно же, самое главное событие не только этой торговой сессии, но и, возможно, даже всей недели – это заседание американского регулятора. В 18.00 ждем решения по ставке. Разумеется, это решение нам неинтересно, потому что ставка останется на прежнем уровне с вероятностью 100%. Прежний уровень – это 5,5%. А вот в 18.30 по GMT состоится выступление главы американского регулятора Джерома Павла. И здесь также будут и обновленные прогнозы по экономическому росту, по инфляции, комментарии и, конечно же, ответы на вопросы. И я думаю, что каждый журналист, который будет присутствовать на этой встрече, захочет задать только один вопрос – когда ФРС начнет снижать ключевую процентную ставку. И вот от того, как Павел будет держаться и как ответит на эти вопросы, будет зависеть уже дальнейший путь и характер движения американского доллара. Пока с долларом все довольно неплохо – 103,52 по индексу американской валюты. В соответствии с прогнозом, рост продолжается уже пятую торговую сессию подряд. С вчерашней торговой сессией стоит отметить отчет по рынку недвижимости США и рост количества разрешения на строительство. Прирост составил 1,9%. Не так уж и много, но все равно еще один индикатор довольно стабильного состояния сектора и еще один дополнительный вклад в будущий экономический рост американской экономики. Я предлагаю сейчас не возвращаться к показателям по инфляции с прошлой недели, а просто сфокусироваться на рыночных ожиданиях того, как будет меняться процентная ставка. И еще раз напомню, что на ближайших двух заседаниях вероятность снижения ставки фактически составляет 0%. Поэтому мы ждем как минимум июньское заседание, но и там эта вероятность находится на отметке 55%. Если сегодня Паул подтвердит, что по-прежнему обеспокоен инфляционными рисками, по-прежнему видит угрозу для того, чтобы инфляция оставалась стабильно высокой, то это, конечно же, будем интерпретировать как самую что ни на есть жесткую риторику и неготовность американского регулятора корректировать существенным образом тот вектор монетарной политики, который проводится. Еще один фактор поддержки для доллара – это доходность американских облигаций. Я постоянно к нему возвращаюсь, потому что хочу, чтобы вы отложили в нужном месте тот факт, что доллар и трежерис очень сильно коррелируют между собой. И доходность облигаций – это, по сути, рыночный настрой и ожидание по тому, как будет меняться монетарная политика. 4,3% доказывают то, что рынок не ожидает снижения ключевой процентной ставки в ближайшее время. Это я уже, собственно, подтвердил в формате отсылки к инструментам AdWords Tool и на основании того анализа макроэкономических данных, которые мы проводили в последнее время. Поэтому в сухом остатке у нас хорошая база, как и раньше, для роста доллара. И ждем закрепления американской валюты выше отметки 104 пункта. Золото – 2156 долларов за тройскую унсу. Есть риск снижения в районе отметки 2100 долларов за тройскую унсу. Поэтому, если среди вас есть все еще покупатели, имейте в виду, что трудно будет объяснить этот рост, когда у нас параллельно укрепляется доллар, растут доходность американских облигаций. Американский фондовый рынок, S&P 500, новые исторические максимумы – тоже, в принципе, без сомнений. Тренд настолько устойчивый, что мне даже будет очень интересно увидеть тот фактор, который может стать причиной ухудшения рыночных настроений. 5234 пункта – это еще не предел, цели 5300-5400. Доллар японская иена – 15147. Ранее мы очень хорошо заработали на ралли этой валютной пары, но здесь важно сделать отсылку на историческое событие, которое произошло в ходе вчерашнего заседания Банка Японии. Как вы знаете, японский регулятор впервые за 17 лет повысил процентную доставку, и это решение было продиктовано усиливающимися и растущими рисками инфляции. И, может быть, все-таки весомный вклад в это решение внес именно итог переговоров между профсоюзами и бизнесом по росту заработных плат. Ранее представители согласовали повышение заработных плат на 5,28 в этом году. И даже если показатели будут все-таки скромнее, это действительно может повлиять на потребительскую активность и простимулировать усиление инфляции. Но это гипотетические риски. Возможно, Банк Японии решил занять проактивную позицию и начать задействовать превентивные меры, чтобы предотвратить выход индекса потребительских цен существенно за пределы 2%. Какие дальнейшие действия и как вообще можно еще интерпретировать тот факт, что японская иена на ужесточение национальной монетарной политики не ослабла? Я связываю это с тем, что, вероятно, решение было заложено уже в курсе и сам факт повышения ставки оказался, ну, или стал просто минимальным. Ставку подняли всего лишь на 10 байсных фонтов и она по-прежнему остается в районе нулевой отметки, на отметке 0%. И дальнейшие шаги уже будут полностью зависеть от того, что будет с инфляцией в регионе. Я думаю, что, вероятно, предпосылки для роста инфляции в этом году появятся. И учитывая то, что пара сейчас котируется выше отметки 150, уже в зоне потенциальных валютных интервенций, и мы понимаем то, что Банк Японии готов ужесточать монетарную политику, я думаю, то, что самое время присматриваться к долгосрочным продажам по паре доллар-японская иена, это для тех, кто готов открывать сделки здесь и сейчас. Если вы хотите более интересную точку входа, здесь нужно ориентироваться на рыночный сантимент, а рыночный сантимент пока говорит о том, что вот этот локальный рост может продолжиться. Для спекулятивно настроенных трейдеров я рекомендовал бы вообще сейчас не лезть в эту валютную пару, для долгосрочных инвесторов смотреть, искать себе точку входа, и если вы готовы ждать, уже начинать шортить прямо с текущих значений. Британская валюта 1.27.18, ждем отчет по инфляции, собственно, зато подытожим, какие настроения будут по фунту перед заседанием Банка Англии, возможно, проведем какую-то сделку. Европейская валюта 1.08.66, ждем развития нисходящей динамики, надеюсь, что сегодня Лагард подтвердит, что инфляция снижается, и это может стать стимулом для смягчения европейской монетарной политики, что потенциально негативные условия для главного валютного риска. И рынок нефти 87.20, текущие котировки, сантимент по-прежнему указывает на то, что толпа в продажах поддержку фундаментально нефти оказывает статистика из Китая, промышленное производство выросло на 7%. Есть данные, что объем переработки нефти в Китае в начале этого года достиг 119 миллионов тонн, это примерно на 3% больше, чем в зоологичный период прошлого года. И отчет еще от Американского института нефти по снижению запасов, поэтому фундамент, но исключительно прямо на стороне покупателей. Ждем 88 и потенциальное движение к отметке 90 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.